Добрые ранницы! Информационная служба телерадиокомпании Гомель начинает свою работу у эфиры. У студии для вас працует Евген Паблавец. В Октябрьском районе пройшло посяджение постоянной комиссии областного совета депутатов по законности и правопорадку. Удельники наведали шарих социальных объектов и ознайомилися с мясовыми особливостями организации деяностей по заховании працовной дисциплины, попереджении гибели людей и работе с особами, яке ведусь о социальный ладжиття. В агрогородку Красная Слобода депутаты приняли удел у работе мясовой наглядальной комиссии. У приватности наведали семью Юлии Сажиной. Матерь шоторых детей ранее злоуживала алкоголем, але зараз выправилася и с 1 липеня семью выключили злику социально небеспешных. При этом она по раннейшему застается под пильным наглядом мясовых уладов. Головная проблема, что зараз хлопотит шмадетную мать, як знайсти способ поплывать на батьку дятей, яке некотки гадо не платить алименты. Члены депутатской комиссии пообязали выращить у законным парадку и гэтае пытание. Учитывая, что есть приказ о взыскании, судебный приказ о взыскании алиментов, поэтому соответствующая работа будет проведена, либо будет объявлен в розыск этот гражданин, либо другими законными способами будет обязан уплатить эти алименты. В целом, дельники посаджения высоко оценили в опытове дения профилактичной работы в Октябрьском районе и планують выкористовывать мясовые напрацовки у своей дейности. Подрабязности у наших наступных выпусках. В совести со спокотным надворем сегодня у регионе обвешено штормовое попереджение. У 17 районов Гомельской области уведена заборона на наведывание лесов. Порушальники будут притягиваться до администрационной отказности. Штрафы могут доходить до 500 рублей. Обмежевания будут сняты только при понижении температуры поветра. Але до конца гэтага тыня истотных змен на дворье не чакается. Слубки термометров уздымутся до 32, в особных районах до 34 градусов. Медики закликают людей быть осторожными. Уживать акмагабодж воды по макчымасти меньше знаходится на улице. Працу на открытым поветре плановать у раннешней Альбове черный час. До инших тем. На Полесской улице одной из самых оживленных магистралю областного центра протягивается реконструкция. И хоть зараз рамотные работы ускладнили не только проезд автотранспорту, а и рух пешеходов, специалисты городской жилево-коммунальной господарки обьяцают, что рамотные работы не затягнутся. По их завершении улица станет шатарохполосной. А гэта не только повышение пропускной макчымасти и связана с гэтым снижением колькости дорожно-транспортных здареньев, алей и укладу в экологичную безопасность. Меньше пробок, меньше выхлопных газов. Тем более, в реконструкции улица имела потребу давно. После зимового обследования оказалось, что 70% дорожного покрытия пришло в негодность. Да и тротуары, а также территории при пынку громадского транспорта стратили не только безопасность и функциональность, а и эстетичный выгляд. У нас очень проблемные места – это остановки общественного транспорта. Они имели уже очень неприглядный вид, естественно, колейность. На участке четырех остановок, которые у нас, это усиление основания с заложением сетки армированной, для того, чтобы не образовалась уже больше колейность на остановках общественного транспорта. Ремонтные работы будут завершены до 10-го жнивня. Поколь нагадаем проезд транспорту, окромя пассажирского и специального, по Полесской улице Заборонины. Автомобилистов, которые игноруют отповедные знаки, ждут штрафы. Кассовые аппараты у Беларуси становятся больше функциональными. Их оснащают GSM-модулями. Плануется, что модернизация завершится до конца вересня будущего года. С допомогой GSM-модулям податковые органы смогут в режиме реального часа отрымливать информацию об суммах вырушки у пэлным гадлёвым объекте. Але такие изменения повинны быть зручными и для самих предпринимательников. Например, не треба буде вести книгу кассира. На яе заполнение тратится шмат часу, а дякуючи обновленным аппаратам, информация будет систематизоваться автоматично, и штудённые подлики вырыжки не спотребятся. А кроме того, коли, например, господар гадлёвых объекта выезжая за мяжу, ён сможет сочить за финансовыми справами с любой кропки свету. Первыми уже у нас оснащены автозаправочные станции. На подходе у нас автомобили-такси, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Ну и к концу года оборудуются данным средством торговые центры, у которых площадь занимается выше 650 квадратных метров. То есть данное средство поможет обеспечить как и налоговым органам, так и самим плательщикам. В реальном времени можно видеть учёт выручки, то есть это будет передаваться посредством мобильной связи. Сегодня у высшейших научальных установок Беларуси завершается приём документов для поступления надённую форму навучания за кошт республиканского бюджета, а так само на заводшное отделение. Звышь тысячи человек сёлята станут студентами Гомельского Державного Технического Университета и Мясухого. Навучание будет вестися по 23 специальностях. Самой высокой популярностью корыстаются специальности, связанные с IT-технологиями. Некальки радей молодые люди выбирают механико-технологичный факультет. Кожный абитуриент, хоть и за всё, уже обрав для себя пыльную специальность. Але особливость первой уступной кампании могчимость подать документы одразу на некальки, а не у межах одного с пяти факультетов. Простился и сам процесс их подачи. В этом году мы создали очень удобные условия для поступления абитуриентов. Открыли так называемый личный кабинет. Он может дома для того, чтобы ускорить подачу документов, зарегистрироваться, внести свои личные данные и прийти просто в приёмную комиссию, показать оригиналы документов и оформить это заявление. Пионеры и активисты БРСМ дали старт акции «Шасливое лето». В ее рамках молодёжные акты у Гомешины проведе шерох открытых уроков, беспешных поводинов на воде. На первом из них побывала Ганна Ковалёва. Активисты БРСМ и пионеры Гомешины у рамках акции «Шасливое лето» стали помощниками вырытовальников. Подлетки плануют провести шерох профилактических мероприемств. Первое из них отбылося на галонном пляже областного центра. На початку группа активистов прошла подрыхтовка у сопрацовников городской вырытовальной станции «ИМНС», капотом донести корыстную информацию на ведбольникам пляжу. Дарычи такие акции особливо актуальны имена ВИТО «Зарос». Успякоту, колькость от подшивающих коля водоёмов повеличивается у некольких разов. В период повышения температуры для работников освод, наших спасательных станций, постов по всей области, они наиболее напряжённые. Потому что в этот период все граждане устремляются к водоёмам, купаются как в местах для этого предназначенных, так в местах и непредназначенных. И поэтому всё это создаёт обстановку, которая порой приводит к несчастным случаям. Как продухелить такие выпадки, подлетки раздавали на ведбольникам пляжу буклеты с правилами безопасности. Только за первую годину акции их отрымали около 200 человек. А кроме этого им пропоновали сфотографоваться с профилактичными табличками и выкласти свои фото у интернет. Как до проблемы протягнуть увагу ещё большей колькости людей. Мы считаем, что непосредственно метод подачи информации равный обучает равного. Когда пионер приходит к пионеру, член союза молодёжи подходит к такому же молодому человеку и рассказывает о безопасности, а не когда приходят какие-то официальные лица. Мы считаем, что это, наверное, наиболее продуктивный способ. Поэтому мы вначале обучаем, а дальше идём массы. И на доступном языке для молодёжи и детей рассказываем о безопасности на воде. Дарыши протяглость гэтага пляжу складая коля километра. Усяго же в Гомеле наличвается 8 обсталяванных для купания местов. У в области больше за 40. На их дежурать медики и супрацовники выротовальных станций. Кожный прационный день для гэтых людей непродказальный. Тут уже у початку смены настроиваются быть готовыми до усяго. Калежь доводится ротовать человека, задумываться про сурьёзность ситуации не мочасу. Кажуть, у момента дарыня яны просто выконвают свою працу. Дарыши, колькость житов, выротованных Владимиром Чистовым, сегодня уже вылечается сотнями. Он працуе водолазом 22 годы. А пошний выпадок отбылся тыдень тому. У вечера на станцию поступил звонок про то, что в районе оглядной вежи тонет человек. Уличная хвилина дежурная змена прибыла до места здоровья. Река там имеет широкие просторы. Ну и волнение началось. Мы как бы его не заметили, заметили руки в воде. Но руки уже такие, тонущего человека, человек уже погружается под воду. Успели. Получилось так, что я схватил его за руки, а мой напарник держал меня. И не пришлось за ним нырять. Но уже человек практически еще бы какая-то минута или две, и он бы уже оказался на грунте. И не появись мы там в тот момент, того молодого человека уже бы не было. Увага Левгомельской области, дякуючи праце вратовальника у селета, удалось попередить больше, как 3000 несчастных выпадков. Однако и сумная статистика так сама ведется. Загинувших селета наличивается 18 человек. Прогатым, усе трагеды отбылся на необсталяванных пляжах. Да раньше зараз разглядается пытание об измацнении жорсткости покарания закупания у необсталяванных местах. Покуль же помер штрафу за такое порушение, складая от одной до трех базовых величин. Есть такая хорошая пословица, что безусловно спасение утопающих, деклары самих утопающих. Поэтому можно ужесточить законы и так далее, и суммы штрафов. Но понятно, что ни любой штраф не вернет жизнь человека, который погиб там либо в воде, либо погиб там на пожаре. Поэтому соблюдение личной мер безопасности – это залог тому, чтобы уменьшить это количество несчастных случаев, как на воде, как и в других чрезвычайных ситуациях. Дарочи деля гэты и мыты юные жахары Гомельщины будут инструктовать отпочивающих до конца лета. А кроме пляжа, такие же открытые уроки яны проведут и у оздоровленших установах. Ганна Ковалева, Максим Славин, Телерадо, компания «Гомель». Саправдный курс молодого бойца прошли гомельские подлетки. 22 школьники, которые состоят на профилактичесном улику у комиссии по справах неполнолетних, 9 дней провели у войсковой части 55-25. Лагерь в подобном формате проводился в першиню. Хлопцы жили, как саправдные бойцы. Отшивались у столовой, стреляли с разных видов сброи на полигоне, займались остраевой подрыхтовкой на пляцу. Кто-то из подлетков уже умел в опыту делу у командных споборництвах, кому-то потребовалась эта помога. Они внешне немного изменились. Посмотрим, как будет дальше поведение. Но поменялся взгляд, поменялось восприятие немного того времени свободного, которое у них есть. То есть, действительно, было интересно. Некоторые хотят продолжить участие в подобных проектах. Хотелось бы, чтобы они вынесли отсюда как можно больше всего положительного. Глушальные рау-моторы, уникальные каскадерские труки и сотни захопленных глядачоу. У Мазары отбылся первый фестиваль «Ауто-Лайф». Раритетные машины проставили автоматы из Гомельской области, а так само Могилёва, Минска, Москвы, Владивостока. Под обязанностью репортажа наших мазырских коллег. На фестиваль «Ауто-Лайф» Павел Кобзар приехал на своем ауто-одногоцем. Владальник «Форда» 79-го года выпуска упълнены. С часом машины, яковяно, становятся лепши. Але гэта сдольная – это не только соправные ауто-гурманы. Очень сильно меня привлекала старая американская мода. Старая эпоха, история, которая уже ушла и которую уже не вернуть. Но все-таки что-то можно взять из прошлого и то, чего у нас никогда не было, то, что можно показать людям. До таких ауто-гурманов относится и Станислав Бичан. Увесь свой час мужчина просвечает раритетному транспорту. Значная частка экспозиции – минавитая гору к справа. Любимая победа для Станислава – гэта своего рода машина часу, просякнутая духом советской эпохи. Для меня техника – это моя жизнь. Ну вот победу купил. Это первая моя машина, которую я отреставрировал. А вось Игорь Масиков, набывающий раритетное ауто, у особи у реальности свою дитячую мару – медь-гоночную машину, як с фильма «Форсаж». Купил я ее в городе Брестя три года назад. Была она в очень плохом состоянии, так как годы берут свое. Но своим ходом приехала сюда. Вложил я приличный сил сюда, нервов, денег, в принципе, тоже. Ну и продолжаю потихонечку вкладывать, то есть реализовать свою мечту детскую. Выстава раритетных машин дозволила глядачам не балкунуться у минулое. У свою чергу самую яскравую частку фестиваля забеспечили мото- и аутогонщики. Популярный Рычицкий мостак Анатолий Шогалев на фестивале презентовал свои работы. Замес подставок под картины – реальные автомобили. Отрималась экспозиция на колах в прямом сенте. Это очень интересно. Это новое видение на проверенную тему. То есть, я думаю, водителям, мотоциклистам очень интересно увидеть себя через призму юмора, глазами художника. Поэтому всегда с удовольствием приглашаю. Это был первый фестиваль «Аутолайф». Однако мероприемство такого формата организаторы уже выросли изробить традиционной. Такого не было в нашем регионе нигде. Мы собрали два города, собрали участников с наших городов, с ближайших городов, со всей Беларуси и из России. Соответственно, это голосование народного такого еще не было. Мы собираемся это проводить каждый год. Мы собираемся показывать шоу, радовать людей, радовать наши города, чтобы это все совпадало с хорошей погодой, которая нас радует сегодня. Надеюсь, что в следующем году будет гораздо больше участников. Мы на это рассчитываем. Виктория Синицкая, Светлана Грудьком, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр». Специально для телерадиокомпании «Гомель». Это инши новины вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. У студии працювал Евген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин